Всем привет! Сегодняшнее видео будет такое из серии продуктовая корзина. Я давно заметила, что на ютубе такие видео популярные. Люди любят смотреть покупки, люди любят смотреть и узнавать, что почем, сколько стоит. Вообще я неоднократно снимала продуктовые магазины в своих видео по просьбам зрителей, которые не живут в России или не живут в Петербурге. Было интересно сравнивать и никогда не делала видео, вот такой обзор на покупки в магазине продуктовые. Конечно, времена сейчас изменились, цены очень сильно выросли, особенно на продукты. И хотела показать просто, что можно в настоящий момент купить на 1000 рублей в обычном простом бюджетном магазине, расположенном в спальном районе. Небольшие супермаркеты, сеть, пятерочка. В Питере их очень много, не знаю, напишите, в каких городах тоже есть эта сеть. У нас это очень распространено в шаговой доступности. И вот на 1000 рублей я решила прикупить продукты. Чуть-чуть я превысила лимит на 69 рублей, но вы все поймете. Ну, смотрите это видео. Надеюсь, оно вам понравится, будет интересным и будет что обсудить. Ну, а с вами мы увидимся совсем скоро, уже в следующем видео. Пока-пока! Итак, что же я купила на 1069 рублей? Ну, округляем до 1000, практически на 1000. Естественно, покупки такие все средней бюджетности, что называется. И приступаем. Итак, яйца десяток стоит 63 рубля 95 копеек. Это обычные столовые яйца, белые, ничего особенного. Далее, фарш говядина 164 рубля. И это упаковка 400 грамм. Дальше. Так вот, что-то такое. Я просто как чек пробивали, так и буду. Мельница. 4 перца. Такая удобная штука, нравится мне очень. И вот эта штука стоит, сейчас, секундочку, секундочку, 139 рублей. Ну, это хватает надолго. Такая, в общем-то, хорошая штука. Так, дальше. Оливки. 46 рублей стоит вот эта банка. Оливки без косточек, вот просто зеленые. Такая красная цена, но это как бы совсем такая дешевая, бюджетная баночка. Ну, я ее брала. Оливки сами по себе очень вкусные здесь. Дальше. Квашеная капуста. 94 рубля. Вот эта упаковка. Это ведро 900 грамм. Ну, почти что килограмм. Дальше. Перец-микс. Вот эти два перца гигантских, больших. 119 рублей. Так, дальше. Чай. Милк Олунг. Олунг. Милк Олунг. Милк Олунг. Очень хороший чай. Я его люблю. Оля Пискун научила меня его пить. Я на него подсела. Этот в пакетиках. Но рассыпной еще лучше. Просто его не было. Вот. Так. Что у нас дальше? Милк Олунг. Российский сыр. Вот эта вот упаковка 99 рублей. Без одного. А, нет. Даже 99-95. То есть, в общем, можно сказать, что 100 рублей. Так, а чай я сказала, что 79-95. 80 рублей считать, да? Так, что еще здесь? Так. А, чеснок. Так, чеснок, чеснок, чеснок. Так, сейчас, секундочку. Я найду, сколько же стоит чеснок. Так, чеснок безнадежно потерян. Потерян, потерян, потерян. Нет, в чеке никак не могу найти. Куда-то делся. Вот лук нашла. Вот лук такая вот. Упаковочка 44 рубля. Нет, мне уже просто интересно, сколько же чеснок-то стоит. Что, вы мне его забыли про ВИЧ, что ли? А, нет, вот я нашла. Вот эти три чесночины стоят 34-95. То есть, ну, 35 рублей. Так, и дальше я хочу показать фрукты, которые я купила. Тоже такой, можно сказать, почти бюджетный вариант. Два грейпфрута, пять апельсинов и три зеленых яблока. И вот эта фруктовая корзина у меня получилась на 189 рублей. То есть, ну, 190 рублей. Вот примерно такие продукты. Сегодня можно купить на тысячу, чуть больше тысячи рублей. Я не покупала молоко, хлеб. Ну, в общем, купила просто то, что мне нужно было. Но, мне кажется, будет интересно посмотреть, что почем сравнить, как в других городах. Вот так. Вот так.